Ваш мусор мы вывозить не будем. Так жильцам этого дома вполне может сказать представитель регионального оператора. По закону он будет прав. На 15 этажей и 2 подъезда только один мусоропровод. И тот забивается. Нарушение норм строительных влечет за собой нарушение норм санитарных. Этот контейнер явно не рассчитан, вот мы видим, на тот объем образования, который образуется в данном доме. И если контейнер вот так вот вывезли, или наоборот он закрыт, то все жители валят рядом. В своем рейде представители Народного фронта таких проблем нашли немало. Мусорная реформа юридически уже действует. Например, тариф на вывоз отходов теперь назначают региональные власти, а не предприниматели. Да и вместо многочисленных фирм уборкой одной крупной зоны теперь занимается компания-монополист. Только вот горожане изменений пока не замечают. Представители молодежки Народного фронта говорят, задача их рейдов как раз объяснить и по возможности помочь людям. Основное положение, чтобы был чистый контейнер и оборудована контейнерная площадка. Чтобы наша управляющая компания обеспечивала подъезд техники, то есть региональную операцию. Чтобы между ними был налажен диалог, чтобы у нас не возникало ощущение того, что мы платим больше, а услуг получаем меньше. Региональный оператор согласно реформе отвечает только за вывоз мусора. Обустройство площадки, содержание бака в целом и в соответствии с санитарными нормами – чужая зона ответственности. Содержание контейнерной площадки возложено на управляющую компанию или ТСЖ в многоквартирном доме. В частном секторе за содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Мусорная реформа предполагает еще перейти и на принцип сортировки мусора. Но для того, чтобы совершить настолько серьезный шаг, нужно хотя бы разобраться с этими кучами. Кстати, это уверял нас рекоператор – крупногабаритный мусор, который должен вывозиться раз в неделю. Просто накопилось. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости.